Готовим газмах для плова. Для этого одно яйцо, две столовые ложки сметаны, 50 грамм масла растопленного сливочного, щепотку соли, пол чайной ложки сахара. Можно сахар не добавлять, но подслащённый вкуснее, мне кажется. Значит, это перемешиваем. Мука. Мука у меня здесь, значит, один стакан, 200 граммовый полный, но плюс-минус, будем смотреть, тесто должно быть мягкое, очень липнуть к рукам. Обычно это делается всё на глаз, но потом начинаются вопросы. Некоторые добавляют вместо муки сразу отварной рис и кладут это всё на дно. Есть много вариантов, на самом деле, делать этот газмах. Вот один из них это. Я больше предпочитаю с мукой, чем с рисом. Такое мягкое тесто получается. Чуть-чуть может прилипать к рукам, ничего страшного. Пошло один полный 200-граммовый стакан и половина. Ну, может быть, у вас столько не уйдёт, от руки зависит. Так, я буду томить вот такой в сковородке. На дно добавляем 2-3 столовые ложки масла. У меня сливочное растопленное. Хорошенько дно смазываем. И нам раскатать тесто не надо использовать муку. Вот здесь у меня подсолнечное масло. Надо вот так вот смочить руки, смочить тесто. Подсолнечным маслом. И вот так вот распределить тесто по дну. Тесто мягкое, быстро распределяется. Дальше нарезаем вот такой штукой. Круги. Можно стаканом, можно фигурным каким-то. Но именно надо в посуде уже резать, не отдельно. Сейчас объясню, для чего это делается. Вот эти части мы специально режем здесь, чтобы вот эти части остались на месте. Если мы уберем, мы отдельно нарежем и выложим, здесь останутся пустоты по краям кругов. И туда попадает рис и может подсохнуть. Поэтому делается именно в посуде это все. Так, я немного уже добавляла. Хорошей-ка надо посолить воду. Добавляем промытый хорошо рис. Чтобы отварить этот рис где-то минут 12. Так, 12-й. Пока рис готовится, ставим наш газмах чуточку схватиться. На маленьком огне, у меня на троечке. Она здесь побудет, немножко схватится, чтобы рис не сильно прилипал к нему. Я ее перестала, что там вдвоем они не помещаются. Рис должен приготовиться до полуготовности. Уже нормально. Сливаем воду с рисом. Все, рис сливается. Добавляем сверху чуть-чуть еще масла. Где-то 2-3 столовые ложки. Теперь сюда рис. Сверху еще масло. Молотый у меня. Теперь ставим мы на минимальный огонь. И закрываем крышку. Значит, сначала полотенце. Поставлю на троечку. Минут я 40 поставлю. До полной готовности риса, во-первых, надо. И надо чуть-чуть приподнять, посмотреть на дне газмах. Если поджарился, значит, все уже готово. Главное, чтобы он там не подгорел. Можете поставить сначала на 30 минут, если у вас плита сильная. Поставьте на 30, посмотрите. Если рис готов и газмах готов, все, выключайте. Значит, надо проверять через полчаса. Но до получаса лучше не открывать, потому что там пар выходит и тепло уходит. Надо, чтобы она томилась там в этом пару. Полотенце ставим для того, чтобы вся жидкость питалась в полотенце. Посмотрите, какая красота. Сейчас вот так вот отделим эти кружки. Вот так вот. Посмотрите, вот так вот она должна поджариться. Рис у меня в басмате, если что. Вот, все готово. Тоненькое, хрустящее. Вот покажу вам на таком отрезке. Вот так вот. Я обожаю этот газмах в плове. Больше, чем сам плов. Смотрите, какая красота. Это не просто красиво, это очень вкусно еще. Главное следите, чтобы под низ не попал рис, потому что пока она поджаривается, рис может подсыхать. Вот видите, вот некоторые парочку, когда я поднимала, смотреть, там попал рис. Вот эти вот немножко поджариваются. Поэтому надо следить за этим. Это очень вкусно. Если хотите еще подсластить, можно сахара побольше сделать. А можете вообще сахар не добавлять. То есть готовность проверяем. Ну, смотрим по своей плите. К нему у меня будет мясо. Вот такой вот вкусный плов у нас получился. Ну, а у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok